Какие витамины сочетаются, а какие не сочетаются друг с другом? В первую очередь нужно убедиться, что вам действительно не хватает, какого именно соединения. Оказывается, далеко не все сочетания приносят пользу. Под хорошей совместимостью витаминов и микроэлементов подразумевается, что их совместное употребление способствует лучшему усвоению друг друга или позволяет усилить действие каждого. Плохое сочетание, говорят, в тех случаях, когда одно из веществ разрушает другое и снижает эффективность. Витамины – это органические низкомолекулярные вещества, жизненно необходимые для человека. Низкомолекулярные соединения химически нестойкие, поэтому большинство витаминов легко разрушаются, например, при нагреве или окисляясь при контакте с воздухом. Но при этом витамины участвуют в различных обменах, процессах, и их дефицит или отсутствие приводит к нарушению обмена веществ и развитию серьезных патологий. Медь используют для улучшения усвоения железа в небольших количествах. Цинк ухудшает метаболизм меди. Медь препятствует нормальному усвоению В2. При чрезмерном количестве витамина С происходит вымывание меди из организма. Марганец, который очень важен для клеток, лучше усваивается с кальцием и с фосфором. Главное правило последнее должно быть в умеренном количестве. Хороший симбиоз дает сочетание марганца и витаминов В1 и Е. Плохо сочетается с железом, он нарушает усвоение марганца. Кальций. Для лучшего усвоения кальция используются комплексы с бором и магнием. Важно контролировать количество натрия, фосфора и магния. При избыточной дозе такая комбинация приводит к вымыванию кальция. Железо также мешает нормальному усвоению этого важного для здоровья костей компонента. Фосфор. Витамин D помогает улучшить усвоение минерала. Не используют комбинацию магния и кальция, они ухудшают усвоение друг друга. Железо. Для увеличения биодоступности железа рекомендуется комбинацию с мете и фтором. Минерал можно сочетать с витамином А, он улучшает усвоение железа, никотиновую кислотой В3 и витамином С. Всасывание железа ухудшается при одновременном приеме цинка, кальция и хрома. Железо в свою очередь замедляет усвоение В2, витамин Е и В12. Бор. Это элемент дружит с фосфором, магнием, кальцием. Поскольку все они помогают друг другу лучше усваиваться, Сбалансированный комплекс также может включать витамины Д, К, В6 и В12. Они не конфликтуют с сбором. Витамины группы В. Совместимость между собой. Отдельного внимания заслуживает витамины группы В. Это самая большая линейка витаминов. Несмотря на то, что они относятся к другому семейству, комплектовать их нужно с осторожностью. Например, В2 и В12 не используют одновременно, поскольку они не дают нормального свойства. Неэффективно и комбинировать В6 с В12, поскольку при их соединении происходит разрушение обоих компонентов. Также неудачен В12 и В1, поскольку такой дуэт может привести к аллергической реакции. Все остальные межгрупповые сочетания относятся к положительным. Например, В5 и В7 увеличивает активность. Цинк в БАДах и витаминных комплексах используют комбинацию с витаминами А и В. Не рекомендуется сочетать с кальцием, медью и железом, которые уменьшают биодоступность цинка. Минерал не дружит с В9, поскольку они мешают усвоению друг друга.